Итак, ребята, я всех приветствую. Мы продолжаем наше прохождение. Так, у нас, я думаю, большую часть ремней, наверное, займёт таверна. Нам тут нужно поделать кучу всяких делишек, сходить, продаться, там ещё всякое поделать, пообщаться с новым спутником, прокачать ему уровень. Вот, так что будем всё это сейчас делать, а там посмотрим, чем себя можно ещё занять, если успеем. Начнём с того, что всё пойдём продавать. Из новостей, собственно, кто-то, может, в комментариях не видел, не читает или упустил, я полностью всё-таки под нажимом к зрителям убрал автопрокачку. Вот, хоть мне неинтересна составляющая боёвки в игре, но она сильно заботит моих зрителей, просят, просят и, в общем, решил я, да, что буду сам пытаться разбираться, но не увлекаться сильно с этим. Ух ты. Если ты настолько наблюдателен, может, ты расскажешь мне что-нибудь про графа РМД? Расскажу, почему нет. Историю эту, в общем, все знают, но я-то её, можно сказать, застал. РМД очень богатый и старинный рот, а происходят они из окрестностей Кенебриса. Тут их родовое гнездо. Их самые исконные земли. Если случилось Мендову враждовать с Саркорисом или такой отдельный клан оттуда разбойничать начал, эти графы и графини РМД со своими воинами обычно защищали границу. Их главная резиденция звалась Порок Небес. Она ещё стоит к северу от нас на дороге в сторону Дрэзена. Только не живёт там больше никто. С 10 лет назад или около того там собрался большой праздник. Мать и опекун нынешнего графа созвали гостей отмечать его день рождения. Приехала вся родня и много другой знати. И тут демоны. Они, видимо, решили, что цель больно хороша. Обезглавить разом столько мендовских родов. С некоторыми шансами праздник могла посетить и королева. Ведь она родня графу. В общем, из поместья вдруг перестали приходить вести. И туда отправился отряд инквизиторов. Те вскрыли ворота и обнаружили полный дом трупов. Погибли все. Слуги, охрана, гости, среди которых было несколько отмеченных силой, медаль жрецов и паладинов. Демоны устроили там вспышку магической чумы. Страшные и необычные. Ничего подобного не видели ни после, ни до. И среди всего этого юный Дэйрон РМД, единственный выживший. У графа с юных лет талант к сакральной магии, причем к целительной. Видать, потому он и выжил. Сам он ничего рассказать про то, почему пережил болезнь не смог. Я своими глазами видел, как его тогда привезли в город. Бледного и будто не соображающего, на каком он свете. Вот такая история. А порог небес с тех пор заброшенный и запечатанный. К нему подойти люди лишний раз боятся. Интересная история. Ладно. Так. Ох, ё. Опять миллион всякого говнища. Факелы даже насобирал где-то. Композитный лук. Туда же. Так, а вот и оружие всякое начало подъезжать. Так, теперь броня. Всю смело ее сюда закидываем. Она нам не нужна. Аксессуаров у меня нету. Супер. Фух, ну ладно. Чуть-чуть подразбогатели. Не на том спасибо. Так, что теперь? Что это у нас? Длинный лук ловца. А я его не снял или... С тебя? Не твой ли это старый лук? Кстати говоря, о лучниках. Он у нас с арбалетом ходит. А, лук он не может использовать. Понятно. Ну тогда ладно. Он тоже не может использовать. А, это ее лук. Я ей вот короткий выдал. Я вспомнил. Да, 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 да. Их, да, кстати, можете заметить, что тоже по просьбам смотрящих я наконец-таки снял эту замечательную красивую робу с Вольжифа и отдал ее угольком. Вот такие дела делюганские. Теперь она самая модная у нас в отряде. Ладно. Что там еще? Пойду тогда все это заскладирую на будущее. Еще и броню. Ладно. Супер. Что дальше? Давайте почитаем про него. От того, кто уже однажды побывал жертвой смертоносных демонических козней, ждешь смертельного взгляда на жизнь и угрозу вторжения из бездны. Но молодой граф Дейрон совсем не таков. Он смотрит на мир, как на площадку для игр и увеселений. Кажется, не замечает ни самоотверженности крестоносцев, ни ужасов войны. Его жизнь это праздник во время чумы в прямом и переносном смысле слова. Угу. Давайте смотреть, что он из себя представляет. Он оракул. Высокий навык убеждения у него. Знание мир. В принципе, это опять же отличный план к тому, что мне бы неплохо своего персонажа перекачать. Убрать у него все лишнее. Ну, типа, убрать у него убеждения, внимание, все, короче, и туда в атлетику запулить, сделать из него там супер дефолтного воина. Поэтому вот есть у меня такие подозрения. Ну, ладно. Вернемся к тебе. Он нейтрально злой. Интересно. Очень интересно. Что он умеет? Так, так, так. Ношение легкой брони, средней брони, обращение со щитами, обращение с простым оружием, избирательное приведение энергии. Опа. Это... Мне, кстати, писали, по-моему, в комментариях про это, что это помогает, типа, в случае массового лечения, как у Сиила, лечить только своих. Ну, ладно. Вы можете проводить энергию на два раза в день больше. Хорошо. Вы умеете обращаться с любым простым оружием. Классно. Ну, вот, да, у него есть вот эта штука. Обращение с оружием рапира. У меня, по-моему, была. Но я не хочу его в ближний бой отправлять. С такими-то штуками полезными. Так, заклинание. Угу. Ну, что-то так все, конечно. Ладно, ладно. Давайте качнем этого товарища тогда. Что у нас тут есть интересного. Так. Харизма 20. И ловкость у него при этом достаточно высокая. Ух, хорош. Тут у нас что? А не нужен ли тебе дружище-пирожище интеллект? Кажется, что нужен, но как бы и нет, наверное. Так. Написано, что оракуловые получают возможность творить дополнительное заклинание. Это прикольно. Ну, на тебе так, что еще в харизму. Нет, и не жалко. Знание мир. Знание магии. И убеждение. Знание религии. Знание природы еще. Ну, убеждение я ему, наверное, не буду качать. Лечить болезнь неплохо. Противостоять усталости. Пусть вот это будет. Ох. Так, что здесь? Ну, раз ты у нас там хилишь все, что видишь, я бы тебе, конечно, дал исцеление серьезных ран. С одной стороны. Но, блин, так хочется кастатряс себе. Предстановление действия яда. Ух. Раскат грома тоже что-то прикольное. Урон звуком. Ммм, прикольно. Ммм, невесомая броня. Броня, которую... А, она на себя применяется. Я думал, можно на кого-нибудь применить. Нет, на себя мне не надо. Он мне не носит броню. Несение серьезных ран. Движья стойкость. Бычья сила. Полезная штука. Но что-то все заклинания какие-то не очень, если честно. Ой. Поэтому сложно тут понять, чего мне хочется. Интересно, что бы он сам по дефолту взял. Что бы он тут изучал себе. Ну, хоть, конечно, бы ему хоть немножко бы атакующих заклинаний. Восстановление ниши. Тоже что-то полезное. Защита от мировоззрения коллективная. Сцеление серьезных ранений. Ммм. Призыв чудовища. Призыв чудовища. Все-таки хочется. Не знаю только, насколько это про оракула будет. Призывать всяких чудовищ. Благословение, удача, решимости. А, это против ужаса. Ну, такое, а вот это что? Против страха и эффектов смерти. Ммм. Это на себя. Вот такое. Если не серьезных ранений. Ну, блин. Вот сейчас приходится копаться. В этой раскачке, чтобы там все посмотреть. Понять, что лучше взять. Устойчивость к стихии. Заклинание дает существо частичную защиту от одной из стихий на выбор. Кислота должна. Ага. Сцеление получает устойчивость 10 к выборной стихии. Это значит, что каждый раз, когда существо должно... Ну, вот это прикольно. Я бы взял. Лишним точно не будет. Все, одно заклинание. О, еще раз. Так, уверенное владение оружием. Да, наверное, нет. Стрельба вблизи, искусственное владение оружием. Да что ж такое-то. Так, о, зелье варенья, кстати. Вот это вот очень интересно, потому что я бы хотел хотя бы одного зельевара. Координация маневров, легкая рука, любимая броня, ой-ой-ой, мета-магия, ёптвою мать. Ужесть, конечно. Остальная воля. Допустим. Критическое ослепление. Что это? Странно, что они рекомендуют мне взять вот это. Ну, прям вообще не про него. Вы получаете бонус плюс один к проверкам инициативы, бонус плюс два к проверкам концентрации. Душительная стойкость. Во, дополнительное проведение энергии. Оракул, во. Вы можете проведить энергию на два раза в день больше. Давайте возьмем. Это прям то, что вообще нужно. Во, наконец-то нормальное заклинание, судя по всему. Морок сновидений. Вы наполняете разум врага с нами наяву воспоминаниями об удовольствиях и страданиях мира сновидений. В этом состоянии цель передвигается с половиной своей обычной скорости. Эффекты от многократного применения этого заклинания не складываются. Также этот эффект не складывается с эффектом замедления. Да? Ну ладно. На близкой дистанции нет, не надо. У вас так, это на себя тогда не надо. Снятие страха, призыв чудовища, погибель. Тоже на себя. Нерушимое сердце от нас спас всякие броски. Неплохо. Эффект подавления. Плюс четыре эффектов, влияющих на разум, которые зависят от негативных эмоций. Это на себя. Магическое оружие. Это заклинание дает оружие бонус к усилениям. Плюс один к броскам на попадание и урон. Этот бонус... Вот это, кстати, прикольно. Вот это мне нравится. Это я с удовольствием возьму. Ой, блядь. И я сюда опять попадаю. Черт. Ладно. Ладно, заклинание там выбрал. А тут что я хочу? Почему вот эти я не могу выбрать? А, ну потому что я их уже выбрал. Ха-ха. Ха-ха. Вот это да. Сдвижить гуманоида. Обнаружение ловушек. Помощь. Хм. Можно помощь взять, да? Хорошая штука. Магическое оружие. Помощь. Ну, классно, классно. Все. Разобрались с ним, да? Супер. Еще косовчик. Где он у нас? Тусуется-то. Что-то я не вижу его. О. Значит, ты дочь Хоргуса. Вот вы и узнали мою самую страшную тайну. Папа так сильно печется о благородном имени Гвермов, что воспитывал меня в тайне от всего мира в нашем особняке. Я всегда буду благодарен папе за все, что он для меня сделал, даже если мэндовское общество осудит некоторые его решения. Не будет ли дерзко с моей стороны попросить вас не распространяться о том, что вы знаете о нас? Давайте сохраним нашу общую тайну. Уверяю вас, мы с папой умеем ценить верность и преданность. Он... От себя и папы я благодарю вас за понимание. Угу. А, я видел, как с тобой обходятся солдаты. И что же? Голосы дворфы не слышны и тени интересны к вашему ответу. Я бы тебе еще добавил. Ты заслужил не издевательство, а петлю. Ха-ха-ха. Угу. Ну, ладно, пусть будет. Ну, мне нравится на самом деле вот этот вариант, что типа ты этого не заслужил. Ну, пусть добрый будет, это бесчеловечно. Это моя жизнь, вот уже много десятилетий. А где мы видели, как с ним солдаты обращаются? Так, ну что, будем с Дейроном знакомиться. Ой, надо, кстати, не забыть еще поспать. Надо ли мы там какие-нибудь заглянания расставлять там? Нет? Нет. Да, надо. Хотя нет, вру, не надо. А тебе? Так, у тебя все стоит. О, у камелии я не расставил. Ой-ой-ой. Не то, чтобы я ее планирую брать с собой, наверное, в ближайшее время. Но, вдруг... Пусть проклятие будет. Слепота. Так, слоты магии духов. Так, ээээ... Нет, исцеление тяжелых ран, исцеление нанесения тяжелых ран. Жить мертвецов. Престановка действия яда коллективная. Рассеивание магии. Смрадное облако. Ох, смрадное облако, конечно, такая херь. Успокаивающая грязь. Отлично. Мне нравится это название. Так, а что мне сюда? Вот это, значит, только я могу поставить. Вы даете доспеху или щиту бонус усиления плюс один. Да, только его сюда можно запихнуть. Ну ладно. Угу. Угу. Ну да, вон, увеличение гуманоида. Там вот это все. Ну, окей. Так, с ней разобрались. Наш дорогой шаман пятого уровня. Так, здесь ничего не надо. У тебя нету. Самый лучший, полезный вообще персонаж. Так, вальжив, братишка. Братишка вальжив. Что мы тебе хотим дать? Или не дать? Угу. У тебя вон там. Ох. Ничего. У тебя тут не все выставлено. И сон-то ты умеешь. Ничего себе. Полезная херня этот сон, конечно. Так, блестки, хуёстки. Лисья хитрость, хуитрость. Невидимость. Словная стрела, блядь. Недвижье стойкость. Это на ловкость, по-моему, да? Нет, это на интеллект. Сука. Что-то все тут какое-то не очень полезное. Призыв небольшого элементаля, конечно, звучит интересно. Ну, пусть будет плевать. Защита от хаоса, от зла. Ага, ага. Вызов злу. Благословение оружия. Вот это вот я хочу больше. Класс. Что может быть лучше? Пойдем подремаем. Ой, а что там куча трупов появилась? А вон, да, глядите. Что за херня? Ээээ, ну... А куда уголек делось? О, она перешла. А что за нахер? Супер странная херь какая-то произошла. Я не понимаю. Ну, смотрите, тут демон. Демоны без сомнения убиты недавно, но неясно, произошло ли это тут или тела откуда-то перенесены. Ладно, плевать. Я видел много людей, которым было плевать на других, но впервые вижу, чтобы кому-то было настолько плевать на себя. Окончится тем, что ты голову себе отрежешь ради науки. Точно не в ближайшее время. Для опытов с оживлением отсеченной головы требуются ассистенты лаборатории. Окей. Ладно, всех убрали уже. Как замечательно, что форпоста обороны устроили в сердце защитника. Раньше выпивка здесь была, можно сказать, неплоха, так что сам вид этих стен бодрит меня приятными воспоминаниями. Могу я задать несколько личных вопросов? Ты можешь попробовать. Я слышал о трагедии, связанной с твоей семьей. Надеюсь, тебе не придет в голову выражать мне пожелания, выражать мне положенные случаи неискренние соболезнования. Моя семья, весь род погибла по вине демонов. Не то, чтобы я так уж любил своих родственников, ну кроме мамы. Все это в прошлом. Фамильные склепы стоят пыльные и полные, и тени в них глубоки. Что ты ценишь в жизни больше всего? Свисок того, что я ценю, слишком обширен, чтобы уместить его в одной беседе. Можешь не верить, но я самое жизнелюбивое создание на свете. Дейран улыбается, в глазах его мелькает нечто отличное от обычной дерзости и иронии. Нечто вроде мечтательности. Мало кто ценит жизнь, как я, и видит столько в ней захватывающего и прекрасного. Преступно тратить ее на то, что приносит удовольствие. А, не приносит удовольствие. Я это скажу в лицо любому, кто спросит хоть Дискарри и его свой, хоть самой светоносной Амидай. Что ты больше всего ненавидишь? Чувство беспомощности, отсутствие контроля над своей жизнью, отвечает Дейран, не задумываясь. Потом добавляется подчеркнутой язвительностью. И луковые кольца, конечно, убил бы того, кто их придумал. Ты явно не горишь желанием помогать окружающим, но при этом хорошо разбираешься в целительстве. Почему? Если хочешь брать от жизни все, все возможное, все возможные удовольствия, надо уметь лечить и связывать, связанные с ними недуги. И я не только похмелья имею в виду. Есть ли у тебя какие-нибудь захватывающие истории о похождениях? О, мне их немало. Должен предупредить, в любых диких дебошах куда веселее участвовать, чем слушать о них. Но раз ты просишь... Самая дурацкая история, в которую я когда-либо попадал, это когда я организовал собственное похищение. Я состоял некогда в переписке с одним аристократом из речных земель, юным лордом Лебедой. И он поведал, как побывал в плену разбойников. Я подумал, что никогда не испытаю ничего подобного, чтобы... Чем не повод поэкспериментировать? Через посредников и специально нанятых актеров я заказал одной шайке похищения меня... Похищение меня самого с целью выкупа. Все было обставлено серьезно. Они напали, убили двух телохранителей и повязали меня. Да, это было очень глупо и безрассудно, но на тот момент мне казалось блестящей идеей. Заказчики, разумеется, внушили похитителям, что я должен остаться целый и невредимым. За ними втайне следила группа наемников, которые должны были спасти меня, если что-то пойдет не так. И все равно это была ужасная затея. Совсем не веселая и не захватывающая. Меня не били и не пытали, но... В арсенале похитителей без того было немало способов унизить. Раздеть почти до гола, облить водой. Бррр. До чего ранимые попались бандиты. Не помню, чтобы говорили им что-то действительно обидное. А они отреагировали так импрессивно. Если в начале затеи, я думал честно их отпустить, когда спектакль закончился, то по итогу велел наемникам всех повесить на месте. А сам лишний раз убедился, что лишение и испытание не для меня. Погоди, ты сказал, что два твоих телохранителя погибли при подстроенном похищении? То есть двое невинных умерли только для того, чтобы ты мог развлечься? Дейран немного бледнеет, но вряд ли от стыда. Ох, прошу тебя, у меня просто зубы сводит каждый раз, когда я слышу про страдания невинных. Он выдыхает, а затем отводит глаза и продолжает подчеркнуто скучным и вежливым голосом. Телохранители погибли, да. Телохранители знати опасная работа. Они знают, на что идут, когда устраиваются на нее. Не вижу здесь проблемы. Они, к тому же, показали себя некомпетентными. Будь это настоящим нападением, они бы меня не защитили. В жизни стоит попробовать все, вот что я скажу. Буду утешать себя этим. Это была дурацкая история, а вот тебе захватывающая. Прилат Халран упорно не давал мне устраивать публичные праздницы в Кенебрисе. Ворчал о неуважении к памяти павших и еще какой-то ерунде. В конце концов, мне это все надоело. Что я подогнал четыре баржи под стены города и устроил праздник на них. Формально корабли на реке не находились под властью Прилата, и ему оставалось только смотреть. Чтобы развлечь дедушку, я сделал гвоздем представление от танцовщика в одеждах Инквизитора и Амидай, который жег хорошеньких ведьмочек на иллюзорных кострах, танцуя и раздеваясь. Представление было просто огонь во всех смыслах, а Прилата едва не хватил удара. Дейран проказливо улыбается. По-моему, это была моя лучшая идея. Если когда-нибудь крестоносцы победят и закроют мировую язву, я добьюсь, чтобы мне дали организовывать по этому поводу народные гуляния. Чтобы бесплатная выпивка рекой, обязательное шествие и карнавал. Приз золотом за лучший костюм соблазнительной суккубы. Соревнования по выниманию сосиски из жбана с вином с завязанными руками и глазами. Вино как символ моря крови, пролитого героями. Сосиска как символ чего-то еще героического. И все для того, чтобы с годами дата величайшей победы добра над злом превратилась в сознание плебеев в долгожданный повод нажраться и перетрахаться. Тебе нравится оскорблять всех подряд? Да. А я уж было решил, что ты говоришь гадости нечаянно. Мне нравится твоя манера общаться. Чтобы мне полагалось сказать, если бы я хотел произвести хорошее впечатление. Что-то вроде, я не злоязыки, я просто честный с тобой и другими. Так говорят все, кто хочет оставить за собой право говорить гадости. Но считаться при этом приличным человеком. Но это не про меня. Я особо без всякого двойного дна. Если так можно выразиться. То есть именно такой мерзавец, каким кажусь. Некоторых персон мне хочется оскорбить, и я так и поступаю. Но на большинство же мне просто плевать. Меня не волнует их возможная обида. Потому что я не прилагаю усилий, чтобы их сбежать. Понятно. Надеюсь, что я тебя хоть немного развлек. Но это было круто, да. А еще у тебя ворон там парит над тобой. Не знаю, мешает ли он тебе. Хочу поговорить о жизни Мендова и о крестовых походах. Спрашивай, я весь в внимании. Что ты думаешь о современном Мендове в целом? Его не существует. Это страна-фронтир, куда уже сто лет стекаются идеалисты, проходимцы и фанатики со всего света. Пришлых кажется уже больше, чем местных. Особенно на кладбищах. А местные... Мендове живут в основном люди и другие... Кратк... Кратк... Краткоживущие расы. Так что нынешнее положение... А, только господи. Так что нынешнее поколение это дети тех, кто родился и вырос в эпоху мировой язвы и крестовых походов. Я последний человек, который стал бы сетовать про разрушение традиций и обезличивание страны. Но так уж вышло, что я принадлежу к одному из старейших мендовских родов. История у меня в крови во всех смыслах. Меня и обучали. Я видел ее постоянно в картинных галереях, библиотеках и просто в обстановке фамильных резиденций. Немало моих знаменитых предков были героями старого Мендова или современниками и покровителями тогдашних героев. Помнит ли кто-то их сейчас? Едва ли. У нынешних мендовцев другие герои в сияющих доспехах с пламенем в глазах. Только на моей памяти несколько улиц, холм и реку, названных в честь тех или иных моих предков, переименовали в честь героически павших крестоносцев. На Армасе отмечается в те же даты, что и старинный праздник переправы, о котором вообще никто не помнит. У Мендова уже почти нет ничего своего, кроме войны с демонами. Если смысл жалеть об этом, что случилось, то случилось. Зато мы перестали быть маленькими никому неизвестным северным королевством и прославились на весь мир. Не так ли? Ты как будто не очень любишь крестоносцев. О, напротив. Я бесконечно счастлив, что на свете есть такое количество самоотверженных героев, готовых защищать мир от демонов, пока я спокойно предаюсь порокам, прикрытые их спинами. Вообрази, однако, себя кем-то вроде меня. Кем-то, у которого есть все, о чем можно пожелать. Молодость, красота, богатство, желание жить и наслаждаться жизнью. И исчезающее мало возможностей все это реализовать. Потому что веселье в Мендове не запрещено официально, только по какой-то бюрократической ошибке, не иначе. Можно торжественно праздновать победы, можно пропустить чарку после тяжелого боя, но развлекаться по-настоящему, искать удовольствия. Я не помню ни единого своего визита в высший свет, чтобы мне хоть кто-то не попенял за мои пирушки, моих любовников и любовниц, мои дорогие наряды и прочее, прочее. Я бы, может, спокойнее относился к нашим святошам, если бы они спокойнее относились ко мне. Они твердили на разные голоса, как мало я делаю для общего дела. Для общего блага и как недостоин моей великой родственницы королевы. Что ты думаешь о наших врагах? О демонах или о последователях? Об их последователях. Первые заслуживают очистительного огня с небес по факту своего существования, вторые за свою глупость. Я многое могу понять, но смертные, идущие в служение к Дискаре или к Кабрире, да даже и к Леди Ноктикуле. Хотя это почти адекватный вариант. Этих культистов ведь очень много, даже меня за мою не такую уж долгую жизнь пытались вербовать дважды. Первый раз с применением при хорошенькой культистке Тифлингши, второй раз с обещаниями невероятных благ, которые мне дарует лорд Бафомен. Как будто козлиной голове есть, что мне предложить такого, чего у меня нет. Знаешь, о чем я иногда думаю? Всем лавочникам известен такой трюк. Сочинить что-нибудь заманчивое в духе, кладу серебряную монету в каждую сотую булочку, выпеченную в моей пекарне. А потом запустить нанятую актрису, чтобы та показательно нашла монету в своей покупке. И вот, глядите-ка, сотни доверчивых дураков кидаются в лавку, в навежде тоже получить заветный приз. Мне кажется, пресловутая Орилу Ворлиш была такой подсадной актрисой для наших лордов бездны. Вчерашняя саркарианская ведьмочка, ставшая некоронованной королевой мировой язвы, которой и старшие демоны ноги целуют. Дурачё смотрит на неё и бежит вербоваться в культисты. У нас тут армия вторжения сверхъестественных существ ценного плана, невероятно могущественных и помешанных на подчинение и разрушение. И что делают эти глупцы? Идут им в отслужение, считая, что когда-либо станут для своих хозяев чем-то выше грязи или мелкой разменной монетки. Как хорошо, однако. Я так невозможно тщеславен и себя любив. Это защищает от демонических соблазнов лучше любой веры и праведности. Почему ты всё-таки решил присоединиться ко мне? Я не уехал пьянствовать где-нибудь в милях встать от Кенебриса под защитой небольшой армии наёмников? Я обязательно это сделаю, но позже. Видишь ли, когда ты появился у меня на пороге и так ловко расшвырял демонов, я решил, что встретил кого-то куда более интересного, чем моя обычная компания приятелей прихлебал. Ты выглядел одновременно компетентно и интригующе. И я подумал, почему бы не пройтись, не погонять демонов в твоей компании. Это в любом случае оказалось интереснее, чем продолжать ту пирушку. Разумеется, я здесь ненадолго. Как только мы отобьём город, вернусь в столицу или уеду в одно из имений. Крестовые походы, рущие приказы командиры, палатки ровными рядами – всё это не для меня. Но я буду помнить о нашем знакомстве и совместном приключении. Возможно, даже дольше, чем неделю. Круто, прикольно. Ладно. Что у нас тут ещё? Ну так, ну выходит, что мы типа всё сделали. Как будто бы... Так что можно, в принципе, идти дальше. Взять, что ли, тебя тогда с собой поводить? Раз из неё пока воин никакой. Посмотрим, хоть что она умеет. Ой, точнее она, он. Так, куда я хочу пойти? Тут, тут, тут я был. Туда с ней нужно идти? А, нет, не обязательно. Так, серий гарнизон там вообще супер. Потом, в конце там, когда-нибудь. Библиотека, простить библиотеку. Винный погреб. Ну, что тут, что там? Несколько точек. Может, я хочу какое-то конкретное задание начать выполнять. Так, безымянной руины нет. О, посетить покинут лагерь рыцарей Пёсево-Сердцу. А где он? Так, а чё-то дам. Топозовое зелье. Лаборатория алхимика, где продавались полезные в хозяйстве зелья по доступной цене. Хозяин лавки всегда был дружелюбен и обходителен. Но многие посетители признавались, что от его взгляда им не по себе. Ну, давайте туда сходим. Да ладно. Я ж только вышел. Блин. Ну, хрен с ним. Хера ты. Чё делаешь? Хера чё ты делаешь? Собака сутулая. Так, лежать, валяться. Так, что ты умеешь? М-м-м, прям вообще супер-пупер. Блёстки. Ну, какой-то лято они вообще тут. Мародёрник Роман просто прекрасно вообще. Мне нравится. Ух ты. Может, я хочу тебя проткнуть? Как ты думаешь? А, нет, я его не проткнул, потому что вон, жёлтая, да. Я дойду, но не проткну. Поэтому пойду-ка я вот сюда. И промахнусь. Так, во-первых, раз. Так. Проткну тебя попозже. Изяще. Проткнуйся, хорошо? Проткнуйся, а что дальше? Класс. Я буду смотреть на твоей смерти. Класс. Это, это чё, это с ним сделали? Ну, ладно. Ну, чё, у него два раза сюда благословение оружия вынесено. Непонятно. Ну и хрен с ним. Так, чё там? Протыкаем всякие протыкания. Проткнуйся на твоих ошибках. Ого. Ну и всё. Улепётываем от седа. Продолжаем свой путь. Ещё говорили, да, что там есть какой-то мини-босс на рыночной площади. Неплохо бы, типа, сходить ему навалять, но... Проткнуйся на моих друзей. Наверное, я пока не готов. Страдать в очередной раз. Ух, ё. О, чём? Ну, тратить на них, конечно, вообще заклинания мне не особо хочется какие-либо. Вот это вот вообще другое дело. Ну и, кстати, да, один из советов тоже, который мне написали. Я убрал оборонительный бой у нашего персонажа, потому что он на коне находится. Что, в принципе, логично, что конь огребает сначала, а потом персонаж. Ну и, надеюсь, я всё-таки буду не забывать бафать коня. Ну, просто он обычно находится вот вон там, вот, и я тупо как бы забываю про него. Да, сколько можно-то. Ух, ты, пауканы. Ладно, пауканы, это интересно. Просто без шансов вообще. Сябываемся. А то в меня ещё бабахнет, не дай боже. Ух, чё-то тут, конечно, грустненько. Ага, вижу там врагов уже. Ебать! Вот этот прикол. Ну, ладно. А чё, чё вы вообще умеете? Невосприимчивость к кислоте. Нейтральный при этом. Ну, что ж, окей. Так, а я же благополучно же, конечно же, вольджипа не пробафал никак. Ого. 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 Вот этот прикол. Вот, встань от меня. Не представляю, как эти сундуки спать должны, но, допустим, ладно. Ага, двигаться я не могу, потому что он меня тогда атакует. На область, нет, на область не надо атаковать. Сейчас я сделаю небольшой работой от этого. Атакуй! Пора поделать твои праздники! Продолжение следует... ...по всем! Один! мой сайт мальчик так а уголечка нам как спасти так он прошел эту штуку снял себе эффект давайте попробуем как там эта штука нет не работает не но ну окей я думал что там еще что нужно будет делать у вас ты сейчас проще да ладно серьезно вот все другое дело в общем внутри у них ничего нету о вот эти гады водятся да ничего наваляемым вот этот прикол вот этот прикол таком и я не был готов еще и мимо магическое оружие ведущая рука не ведущая рука да что что будешь делать ну допустим не знаю так вот же кто должен срочно помочь супер хотя бы он не ходит потому что не видит а нет он ведь он сейчас будет ходить да так невосприимчивости волшебная стрела волшебная стрела силовой столб она усыпить его можно да упс не удалось это было неприятно конечно это же должно помочь тут еще раз посмотрю так а нет не вот это вот рассеивать любые временные магические эффекты которые уменьшают значение одной из характеристик но вроде бы нет ну попробуем я ничего не теряю но я ничего и не сделал пус страйк азвант джистрактон for me ссасчик вообще вот это конечно бан просто такие вот вещи делать так еще он так хорошо уворачивается ты понять не могу интересно да что ж такое то ебнуться Сверху! Да, не может вообще быть такого. Это какая-то жесть. Так, броня у него есть Нифига, она восемнадцатую кинула Опять промах Так, он там активно мне лежачего добивает, что мне совсем не нравится Опять все мимо Да что ж такое-то Опять промах Наконец-то я попал по нему, но я ему здоровье Там вообще кропаль снял Большая проблема Ну я заодно его влечу Упс А тут плохие новости Крайне плохие Давайте попробуем сначала Может я какую-нибудь гадость ему там все-таки сделаю Упс А я же вылечил все эти эффекты В смысле, почему они снова появились Стоп, 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 стоп Ну вот, у него нет ушеломления, да А вот как От опутывания этого избавиться Ну вот, она Спас бросок Все пытается сделать Ура С десятого раза Она это сделала Так, в общем Раз что этот товарищ такой жирный и неприятный Что-то неприятное Будем с этим что-то делать Я не буду спалить Попросите Мы еще в проблеме? Попробуем так Это вам О, глядите, мимик поскользнулся все-таки Это хорошие новости Щит накладывает на себя Собака такая Можно было еще эту штуку набафать, ну ладно Попробуем так Проблема Проблема Почему они не мажут? Тут что-то фигня Ой-ой-ой Большая проблемка Да это твою мать Вечи поганые В общем, нам его бы как-нибудь супер близко к себе подвести Может, драться на расстоянии Крайне неприятная история Ох, я же еще коня могу бафать, я вот че вспомнил Ха-ха Попробуем Завести их сюда Кидай туда масло Пока ждем Угу Он пропускает ходы Интересно Очень интересно Ага, сундуки сюда приперлись Забыл я оружие на бафать, ну да плевать Забыл я оружие на бафать, ну да плевать Да ладно, все-таки на него он наложил эффект Ага, он прошел спас бросок этот ящик поганый Упс Вот это конечно неприятно Ну и в чем проблема Ну и Ты куда-то пройти не можешь или что Ну и че за фигня О блять, да серьезно что ли Че произошло то Вот так вот, все Разлаговал его Вообще Можно Попробовать Ты куда? Поганая лошадь Лошадь развернулась такая Нет, лошадь уходи Твою мать Ладно Пусть так будет Вполне себе приемлемый вариант Ну блин, он сейчас в эту кучу шмалять будет, конечно, и в себе Против многих заклинаний и способностей броня бесполезна А для срабатывания им достаточно лишь коснуться цели Это атака касанием Игнорирует броню и защиты Защита от атака касанием обычно Ниже полной защиты Попробовать эту штуку у силы, да? Хм Ух ты Повезло Атака Охуеть Вот он мощно, конечно, зарядил Это, это что? Блин Я случайно нажал ходить Ё-моё Ладно Охуеть Охуеть Прикол, конечно Охуеть Прикол, конечно Ну это круто Ну это круто И его это заденет Хм, вопрос хороший Кстати, почему мне они два раза добавлены Каждый страйк Ого Лошадь Ого, лошадь все Минус 11 хп Ебать Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А, ну да, мы тут все нафиг уснем Охуеть Вот это жесть, конечно, он тут заряжает Да, слов у меня нету Ну, такую заявочку на успех Тихая А как ее убрать-то? Как просто атаковать? Что он лечение показывает? Что за бред вообще? Как просто атаковать? Кстати, у него же исключительно это проведение энергии-то Ух, ё-моё Что-то жесть какая-то Чувствую делать, да? Она даже попадает по нему, самое что удивительное Блин, он-то силы не достает Только сейчас это понял Классо Так, ну его там не подхилили, я так понимаю О, а мы его щас всё-таки завалим. Или не завалим. У него тут, видимо, банки закончились, Рассун тут. Ближний бой. Пошёл. Я сделаю небольшое работа с этим. Ты прошла неправильный Монгро. Да! Уберите мою плену! Я здесь. Где еще я пойду? это забавно было, ладно Рыба на палке Так, рекомендации путешественникам и охотникам Ну по-моему это читали Да, читали про блуждающий огонек Там вот это все В подвал тут вроде не спуститься, как я вижу Отзвеченная голова Срез в районе шеи неестественно ровный И вероятно выполнен при помощи магии Вы не можете, вы не имеете представления Как эти ужасные останки оказались среди ваших вещей Да? Хренеть Когда они у меня появились? Ну-ка стоп, подождите Так От нового к старому Очень интересно Она еще и вес занимает Да, конечно Путешествие было так себе Так что я бы Тут бы это Переночевал Я думаю, что в этом доме Среди этих замечательных сундучков Должно быть в принципе безопасно Ты так радостно бьешь демонов Неужели тебе приятных страдания? Ой, да иди ты знаешь куда Демоны есть демоны Нашла кого пожалеть Высшее восстановление Но у нас высшим восстановлением Никто не владеет Есть только Низшее Ладно, я думаю Прорвемся Стоит ли сходить тогда Сразу сюда Ну давайте Это уже тогда В следующей серии сделаем На этом Закончим Было круто Несмотря на то, что Все-таки мне тяжеловато Им играть Мне непривычно Что он там Может только лечить И толком Не атакует совсем Такой очень Скромный персонаж В этом плане Ну да ладно Посмотрим Лучше бы я конечно За место него Взял Эту Нэнио У которой там есть Все-таки атакующие Какие-то заклинания В том числе Ну Посмотрим На этом я отправляюсь спать Чего и вам собственно Желаю Так что Благодарю за просмотр И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok